Здарова домкраты! Сегодня мы с вами изучим взятие на грудь икс. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Данное упражнение я рекомендую выполнять в лямках. Данное средство позволит вам расслабить мышцы рук и акцентировать свое внимание на очень важных вещах, таких как быстрый свободный подворот локтей в уходе, прогнутая поясница, правильная работа ног в уходе, а также следить за тем, чтобы плечи не отваливались назад, образно говоря, а таз не шел вперед перед уходом. Упражнение на грудь икс формирует уход под штангу, а также учит освобождаться от снаряда, для того, чтобы локти свободно подкручивались и не происходил прихват руками. Теперь разберем поэтапно саму технику выполнения упражнения. Первое. Совершите толчковую тягу без подрыва до прямой стойки. Второе. Максимально расслабьте руки в локтевом суставе. Попросту говоря, не напрягайте бицепс и предплечье. Третье. Сохраняя прямую осанку, прижмите широчайшими мышцами гриф к бедрам, немного при этом выдвинув плечи и грудь вперед, то есть создав небольшое накрытие. Четвертое. Одним мощным движением пошлите снаряд вверх, разгибая мышцы спины из накрытия и одновременно выходя на носки, как бы прыгая вверх из прямой стойки. При этом создавшуюся амплитуду движения снаряда сопроводите трапециями. Не стоит путать то, что отдельно трапеции разгоняют снаряд. Данное движение создают ноги и спина. Трапеция – это лишь люфт, создаваемый для свободного перемещения снаряда вверх, на нужную нам высоту. Пятое. Описанное ранее мощное выпрямление слитно переходит в уход под снаряд, осуществляемый следующим образом. Таз отводится назад. Ноги сгибаются в положение полуприседа. Одновременно с этим подкручиваются локти вокруг снаряда. Снаряд не должен отлетать вперед от вас. Вы направляете его вверх и просто подсаживайтесь строго под него. Встретив снаряд, досяте слитно в положении низкого седа. Используя отбив, встаньте на прямые ноги. Данное упражнение я рекомендую выполнять новичкам с весом до 60% до 4 повторений в подходе, в 3-4 рабочих подходах. Стоит учесть, что данное упражнение является разминочным и больше направлено на создание правильного движения, а не на покорение больших весов. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем желаю вам здоровья, удачи и новых рекордов!